Первое, на что обращаешь внимание, рассматривая документы, это смысловой и визуальный контраст между печатными изданиями СССР, Германии, Франции, Великобритании, США, Португалии, освещающими события Великой Отечественной войны. Очень показателен в этом отношении комплекс документов, открывающих выставку. Немецкий журнал и май 1945 года. Вальяжные немцы, которые наводят переправы, которым вручают награды за продвижение на восток. И май 1945 года уже у стен Рейхстага стоит наша работница Мария Алексеевна Фомина. Вот в кружочке ее видно. То есть вот это ли не контраст, это ли не символ. Особенностью уже этой выставки является то, что мы впервые, пожалуй, получили возможность сочетать наши фонды, которых действительно достаточно много, и материалы салдинского известного коллекционера Леонида Гаврилина. То есть он любезно предоставил нам эти материалы, и мы решили как бы идти от крупного, от крупных каких-то событий, которым, безусловно, являлась сама война, и окончать какими-то такими, ну, может быть, заканчивать менее масштабными вариантами. С одной из иллюстраций на нас смотрит ефрейтор Мария Алексеевна Фомина. Ее молодость совпала с Великой Отечественной. Кем только не пришлось быть на фронте 20-летней салдинки – водителем санитарной машины, связной политотдела. Это не по годам смелая девушка оставила автограф на стене германского парламента. А еще Мария Алексеевна сшила один из самых необходимых атрибутов для красноармейцев – солдатский кесет. Получить посылку с тыла с мешочком для хранения табака и махорки считалось великой радостью. Она его вышила именно таким, сшила и вышивку сделала, именно таким, какой видела на фронте у одного из своих товарищей. И это подарочный кесет, на котором, собственно, вышло имя девочки Ане 10 лет. И такие кесеты очень часто изготавливали дети и присылали их в посылках в качестве подарков бойцам. Здесь же, в этнографической зоне музея, находится комплекс материалов рядового саперного полка Константина Кузнецова, послевоенная фотография фронтовика с женой, стихотворение Нины Сивковой, Солохиной «Солдат и конь», посвященное ему, а также машинка для резки табака. Много может рассказать о своем хозяине раскрытый дембельский фанерный чемодан радиста 9-го отдельного танкового корпуса Сергея Дмитриевича Пономарева, почетного ветерана ВСМПО. В нем планшетка военного корреспондента, потертая сумка для сухпайка, фронтовой альбом, удостоверение о награждении грамотой верховного главнокомандующего. Любопытно показана подборка крестьянки, популярного журнала всех советских женщин. Обращает внимание яркая обложка последнего номера, вышедшего перед войной, и сдержанное монохромное оформление первого и последующих военных номеров. Особый акцент сделан на документы первых дней и месяцев войны, размещенных в старом багете, выполненном в стиле сталинский ампир. Багет чудом уцелел и поселился в нашем музее. Его начинку составили уникальные документы 1941 года. Здесь хранится свидетельство об окончании школы Ивана Пенигина. Символично, что через 4 дня после выдачи этого документа началась война. Повестка в военкомат и фронтовые письма Сергея Хренова, погибшего в 44-м в Восточной Пруссии. А когда знакомишься с содержанием писем командира отделения кремлевского полка Василия Бабкина, хочется просто помолчать. В своих письмах к родителям Салдинец воодушевленно описывал впечатления от столицы. Широкие улицы, московское метро. К сожалению, судьба Василия длилась недолго. В 41-м году при авианалете на московский Кремль Салдинец погиб. Поскольку наше предприятие играло решающую роль в обеспечении самолетостроительных заводов полуфабрикатами, на выставке большое внимание уделили материалам об авиации. Брошюры на фронте и в тылу, и могучая советская авиация в боях за родину отражают этот факт. Защитникам обороны Ленинграда посвящен комплекс материалов летчиков-балтийцев, кому уже 8 июля 41-го присвоили звание Героев Советского Союза. Михаил Жуков, Степан Здоровцев и Петр Харитонов отличились в воздушных боях с бомбардировщиками противника, рвавшимися к Ленинграду. Нельзя не обратить внимание на оригинал фронтовой карты Пряничникова – озеро Болотон, Венгрия. На ней солдат собственноручно отмечал синим карандашом передвижения войск противника, а красным – наших. Здесь же довольно агрессивный плакат португальских союзников Германии о захвате Керченского полуострова. Подходим к последней витрине и снова противостояние идеологии. Немецкий журнал «Адлер» и «Техника молодежи» по-разному показывают яростные атаки немецких и советских летчиков. Рассматривая экспозицию, понимаешь, что в каждом ее экспонате живет частица души русского солдата и бьется его сердце. Впитавшие в себя судьбу своих хозяев, их фронтовые будни и испытания в тылу, они будут еще долго говорить нам о трудностях, через которые прошли те, чьим подвигом мы гордимся и благодарим их за великую победу.